Девушки отдыхают Но у нас случился большой ребаланс по правилам и это перевернуло практически всю мету Вот в прошлом видео я разговаривал о Даркельдарах, сейчас об этих красавчиках Ксеносов давайте поговорим Собственно говоря, казалось бы, изменение совсем незначительное, несколько юнитов получили правило Кор Однако это изменение имеет далеко идущие последствия и в общем-то все игроки Занекронов взбурлили от этих изменений И давайте сейчас разберемся, что там такое случилось, расследуем, почему такой переполох в гробницах спящих-то случился Ну что Андрюх, тебе слово Да, всем привет, сегодня возьмем за мою любимую фракцию Некроны И что хотелось бы сразу сказать, в общем, небольшой экскурс в прошлое Значит, изначально, когда вышел кодекс, он вышел один из первых, его постигло проклятие первых кодексов То есть у нас появилась новая механика, это Core в новых кодексах И Некронам дали всего 5 юнитов с этим кейвордом При этом, имея очень много механик, завязанных именно на этот кейворд Что на самом деле на фоне тех же марок, которые вышли параллельно Это было очень пресно, когда у них там процентов, наверное, 50 кодекса, если не больше, этот кейворд имели Вот И приходилось как-то выкручиваться, приходилось мучиться, страдать Значит, какие были до этого 5 юнитов и Ордом Кор Это Дезмарки Домблэйды Лидигарды Потом у нас были и Морталы, и Барриор Да Вот Кажется, что, ну, типа, да, такие основные юниты, все по логике, да Но, спустя полгода, ГВ все-таки одумалась, услышала ныть ее из-под земли И все же решила добавить этот список новыми юнитами И что? Что мы в итоге имеем? Этот кейворд у нас получили Корпех-дестройеры Офидиан-дестройеры Лохос-дестройеры Лохос-хэви-дестройеры Получили Флейдваны, внезапно, на самом деле, для меня Врайты И... Претерианцы Трех-претерианцы И самое вообще внезапное Это почему-то получил реаниматор Это такая 5G-вышка, но маленькая 3G-вышка Вот И ты такой смотришь И сначала ты не осознаешь, да, ну Что может нам дать этот кейворд А вот давайте посмотрим Предлагаю сначала начать со стратегемы Итак, первая стратегема, которую мы рассмотрим Это Dimensional Corridor Что она делает? Ты на начало своей мумент-фазы выбираешь Один Dynasty Core Infantry Юнит из твоей армии И который находится на поле боя Убираешь этот юнит с поля боя И в Reinforcement Step этой фазы Поставляешь его обратно на поле боя Где угодно, но полностью в 3 дюймах От дружеского Dynasty Monolith модели И в 9 от противника Собственно, что сразу хочется сказать Core Infantry До бафа Это у нас, кстати, еще дезмарки были Забыли сказать Ты сказал про дезмарков А, сказал тогда, ну хорошо Это значит, кого мы могли раньше перемещать Это дезмарки, варьеры, имморталы И лечим Лечим Все Теперь к этому списку у нас добавляются Офидиан дестройеры Лохус дестройеры Хэви лохус дестройеры Флейд ваны у нас к этому добавляются И в принципе хотелось бы сказать Претерианцы, но, к сожалению, они не единости Поэтому вот такое вот у нас Что это нам открывает? То есть у нас есть монолит Мы его можем дипнуть на поле боя И с него, грубо говоря, высадить сразу ребят Перетащить их с одного края поля Возле этого монолита Но в 9 от противника Что это дает? Это дает сэкономленную, например, вуаль Это позволяет нам быстро перебрасывать То есть условно ты можешь кинуть монолит в центр карты И на вуале ты прыгнул отрядом варьера к противнику Пострелял там, поделал Оппонент вытолкнул к тебе в диплойку Ты опять за монолит, вот за эту стратегему Перетягиваешь их обратно уже ближе к своей диплойке И вот это такой, с одной стороны, дорогой дроппот Который за одно ЦТП может перекидывать один Core Infantry Прикольно, удобно, классно Но для кого это может сработать теперь? Дестройеры Мощная огневая платформа, довольно жирная Которая практически средний статистический отряд на столе Может вынести Если это какой-то не сильно утонкованный Да даже некоторые сильно утонкованные юниты Они все равно выносят ногами вперед Либо для какого-то чарджа можно перекинуть Но опять же 9 чардж это туда-сюда Ага Такой вопрос Монолит раньше никто вообще не брал То есть оно как-то не дотягивало Стоит ли теперь его брать чисто ради этой стратагемы? Ну на самом деле тут все сильно зависит от меты Грубо говоря, если у вас мета как у нас С таким типа ВТЦ Террейном Монолиту будет очень плохо У него нету кейворда флай Его очень сложно куда-то разместить Он жирный конечно сам по себе Но и он слишком дорог Ему бы скинуть очков 50 и он был бы просто супер Но к сожалению не в нашей меди в частности Если у вас более открытые столы У вас не сильно развит антитех в мете То да, почему и нет? Он неплох В принципе в закачке может быть с пулеметами Гаусс с этими батареями Он был бы неплох С антитанковой закачкой он мне меньше нравится Но это чисто своя Своя, так скажем, предпочтение Понял Что дальше? Вторая стратегема, которую мы сегодня рассмотрим Это, как ни странно, тоже стратегема Про телепортацию Здесь, опять же, участвует Monolith Но чаще всего ее разыгрывают не с ним А именно с ночной косой Тоже не очень популярный был выбор, так скажем Но на заре редакции иногда некоторые тестили и пробовали Учитывая, что сейчас еще у нас этим же ребалансной бумажечкой Дата-шитом изменили с аэркрафтами Некоторые, так скажем, рестрикты ввели Что теперь максимум два самолета Может быть, кто-нибудь все-таки решит использовать вот именно эту комбинацию Значит, стратегема Призматик Дименшал Бридж Используем эту стратегему В реинфорсмент степ Своей мумент фазы Выбираем один династи корр юнит Заметьте, теперь не инфа трейд Теперь просто корр юнит То есть у нас сюда прибавляются к уже вышеперечисленным Врайты Врайты, да А, собственно, да даже на самом деле не только врайты Так не странно, можно еще и реаниматор прикола ради закинуть А все дестройеры, да, несмотря на то, что они там какие-то странные Там на летающей базе, они тоже инфантрии, да? Они, да, они инфантрии И все удивляются, когда это слышат Но они инфантрии, да и теперь еще и корр Вот, дальше Мы берем этот династи корр юнит Из своей армии, который стратегик резерв Стратегик резерв это тот, который вы убираете за цепы Это не обычный резерв Да, да Убираем один Который еще не может сгореть там на третий ход, да и дальше Не, почему? Они сгорают по общему правилу резервов Если ты убрал его после начала игры, то он уже не сгорит Ну да, да, если ты уже не на старте именно игры, а именно в течение игры убрал Он там сгореть не может Но опять же, там надо смотреть по ордингам Но это уже тонкости Ага, заберем Значит, выбираем один Friendly Dynasty Knights Psych или Dynasty Monolith Model Который на поле боя И ставим этот корр юнит где угодно на поле боя Но полностью в трех дюймах от ночной косы или монолита И не в engagement раньше вражеским юнитам И эта стратегема не может быть использована на первый ход Значит, чем отличие от предыдущей? Значит, обязательно мы вытягиваем отряд из стратегик резерва Это раз Во-вторых, здесь нет ограничения на инфантрии, то есть у нас добавляются в рейты сюда И, например, мы также можем Tombloid'ов также закинуть Это из старых, у кого были корр юнит Значит, еще что важно Здесь нет ограничения 9 дюймов от противника То есть, как это работает? Если ты мужик с яйцами, ты ставишь самолет у себя на стол с первого хода Можешь там параллельно своей диплойке пролететь Либо можешь его убрать, опять же, в стратегик резерв И дипстрайком выпасть 9 от противника И за счет того, что ты в 3 от самолета выставишься Будешь там 6-й чардж кидать условно Если ты там, опять же, на вох, у тебя будет плюс к черджу Если ты там героя еще подвел, у тебя еще и рерол черджа будет Вот такие вот штучки То есть, стабилизировать этот 6-й, 5-й чардж можно пособов много Но, если ты сыграл в мужиках, ты ставишь самолет на первый ход Ты его как-то за террин прячешь Переживаешь первый ход И дальше на всех парах прилетаешь в упор практически к противнику В центр его рядов И высаживаешь отряд какой-нибудь core-юнита В противнику прям вот сразу в дюйме от него Не заходя в engagement range И это афт на чардж Раньше эту тему использовали вместе с личами Личей брали все равно с щитами Почему не с косами? Потому что с косами они не живут практически А щиты, в принципе, норм Такое вооружение, которое плюс-минус в мету заходит Ну и плюс косы, они хоть и имеют второй дамаг Высокую силу и АП лучше Ну а АП избыточная сила, в принципе, на одну силу только отличается А второй дамаг очень часто держится минус одним дамагом Вот, поэтому предпочитают все-таки мечи-щиты носить Но к нашему классическому списку добавляются Скорпех-дестройеры, Офидиан-дестройеры Которые, как известно, могут сейчас дать про... Ну вы понимаете По эффективности там ближнего боя Скорпехи и даже Офидианы Они Личей просто на лопатки укладывают И в рейтов в том числе Вот, там урон, который может отряд Который почаржил Скорпехов нанести А особенно если ты еще каким-то невидимым образом смог туда подвезти креветку Это плазмоциты, кто не понял И не дай боже, там окажется рядом какой-нибудь, я не знаю Еще бафающий герой Ну в общем, они могут дикую массакру устроить Чтобы вы понимали Там у них по-моему три атаки в базе И если ты на вох, ты можешь четыре атаки подключить Если ты оббафался плазмоцитом, ты уже пять атак делаешь Плюс у них есть мечи-трешеры У которых там дома второй стабильный Ну вот, кстати, по их профилю надо Мы уже когда к ним придем Непосредственно до их профиля Я про них еще расскажу Ну то есть, эта стратегема стала более эффективной Просто потому что поменялся юнит, который ты можешь так закинуть И сразу как бы ценность самолета выросла Ценность стратегемы выросла И, собственно, очень круто Да, хороший инструмент Некроны умеют, в принципе, да С тебе очень быстро на лицо садиться Это одни в райты чего стоили А теперь еще такое Это, кстати, еще по поводу убирания в стратегический резерв Неплохо комбиться с Ктан Десивером Который на редеплое может убрать три юнита Некрон в стратегический резерв И не тратить за это ЦП А проблема спрятать самолет, в принципе, вот на нашем питерском метовом спортивном террине Она не стоит Один самолет ты точно спрячешь Да, но проблема перелететь от одной руинки к другой И вот тут уже начинаются вопросы Потому что минимум 20 мув надо совершить Ну, что поделать Ну, не суть Поехали дальше Да, к следующей перейдем Ну, и классическая стратегема Которая пользуется все Некроны практически постоянно Это Disruption Fields Это используем стратегему в свою фазу Когда Некрон Скор Юнит в вашей армии Выбран для того, чтобы драться До конца этой фазы добавь плюс одну силу Моделя в этом юните Все, одно ЦП плюс одна сила Кажется, ну, что там такого, несерьезно Потом ты начинаешь вспоминать, что у тебя есть плюс одна сила На команд протокол Плюс одна сила За эту стратегему Плюс одна сила Можно от других бафающих героев получить Те же самые Скорофехи За счет Лазмацета Еще плюс одну силу Вот мы уже плюс четыре силы Насчитали в сумме Четыре? Плюс четыре, да То есть суммарно мы можем даже на обычных мечах Там, по-моему, девятая выходит Или десятая сила Это на обычных мечах Которые, как бы, просто много атак делают Неплохо Да И это, причем, мы не все источники посчитали Там в теории можно, по-моему, еще нагнать Ну, это вот Считать, сколько ты можешь источников силы найти за нейтрон Это просто отдельное, как бы, искусство Но это надо перепроверить Может быть, я и что-то путаю Но чисто вот так на скидку плюс три точно можно дать Вот Насчет плюс четыре, плюс пять Это уже надо будет смотреть более детально Вот Опять же, как бы, мы видим прекрасную камбулину С предыдущей стратегемой И, в принципе, почему только с этой стратегемой Мы, в принципе, в поле можем использовать Те же самые В райты Мы потом будем говорить, как можно им получить плюс силу Там на других источниках Но, опять же, плюс сила за это Плюс сила за протокол Плюс две Вот у тебя в райты с восьмой силой Просто уже за одно цепо Мне, я думаю, мне не надо говорить В чем преимущество восьмой силы Ну, понятно, зачастую это больше и не надо Ну, девятое, если ты не царит Дредноута всяких восьмой силой И уже ты на три плюс пробиваешь Ага Как бы, все прекрасно Вот Крутая, хорошая, стабильная стратегема И надо отдать должное Здесь у нас за счет кор и юнита Очень флейды начинают сильно выигрывать Потому что у них проблема именно с их базовой силой И ее было сложно разгонять Теперь за плюс эту силу Опять же, за те обмазы, которые за счет кор и юнита За кор могут получить Они, ну, опять же, плюс три силы У тебя становится там седьмая сила Например, учитывая, что ты еще АП там получаешь За набух, плюс еще атаку ты можешь получить То есть там такое убийственное количество атак И причем это высокоэффективных атак Первым, вторым и, возможно, даже третьим АП Ну, просто И плюс еще на шестерки допхи ты делаешь В общем, там папов теперь просто завались Ну, это круто Ну, тут понятно, в общем-то Что дальше? Дальше Дальше мы перейдем, наверное Ну, к чему нам тут перейти Наверное, мы перейдем к криптокаркане Буквально пару слов Значит С одной стороны, да Они никак особо не зависят от кор и юнита За исключением буквально одной Но это чисто, наверное, ради кека И тут не то, чтобы сколько от кор и юнита Значит, раньше у техномансера была вот такая Афилактерин хайв Что он делал? Она позволяла правила техномансера Кидать на канаптеков, дестройер культ Или триарх претерианцев Ну, и вместо того, чтобы быть просто на кор и юнит воздействовать Ну, а теперь, по сути, у триархов, у дестройеров и канаптеков Ну, в райтов в частности У них кор так появился, поэтому эта штука, по сути, будет действовать только на канаптек спайдеров На канаптек этих маленьких скарабов И, по сути, всё То есть, ну, как бы, вот эта штука, она просто бесполезная стала Её нет смысла брать от слова совсем Ну, такое, да Да, и что ещё? Hypermaterial Abor Это, по сути, лайткавер выдать Если дальше 12 в тебя стреляют Ну, собственно, она теперь работает на дестрах всех Ну, на в райтов она и так работала То есть, на дестрах стала работать на Кого ещё, получается? Ещё на реаниматора стала работать Ну, типа, хорошо И ещё она стала работать на флейтванов Вот флейтванов, наверное, это больше всего пользуют На всех остальных, ну, как-то такое Да и для флейтванов это не особо важно Ну, типа, что такое лайткавер получить? Сейчас его половина игнорирует, другая половина стреляет Каким АП, что им пофиг Вот Это всё, что хотелось сказать про них Значит, дальше, Warlord Traity Warlord Traity раньше, что мы брали? Мы брали Immortal Pride Просто потому, что у тебя Warlord 5 ФНП от Морталок получал И, в принципе, он Ну, когда мы играли от Варьеров очень активно Ты мог игнорировать модификатор от Решен Тестов В принципе, на самом деле, да Чаще всего я его брал Всё остальное Ну, брали минус один к дамагу на ККБ И всё, это был, типа, классический выбор Ну, а теперь, когда появился корр у такого большого количества юнитов Значит, тот же самый в Мортал Прайд стал полезнее Но, причём, появился другой трейд, который намного даже интереснее выглядит Ну, то есть, да Игнорировать от Решен Тест, это, наверное, круто Проблема в том, что у тебя десятый леток И ты мораль либо вообще не валишь Либо её валишь, но не очень сильно Ну, и плюс-минус, это не критично И ты не вводишь такие пачки, где у тебя от Решен Тест Там, как важно, кидать Вот А вот Impossible Conquer Аура Это стало просто, типа, мета-маст-хэвно обязательно Как вы видели, очень сильный баф у нас в ТХ получился Когда мы рассматривали тратегемы А теперь мы получаем на династи корр юниты В 6 дюймах от Варварда Полный роллчарджер Здрасте, приехали То есть, ты можешь в любую точку стола В принципе, на вуале Взять с собой какой-нибудь юнит Прыгнуть Опять же, если ты на Воху У тебя ещё плюс к чержу Восьмой чар с Реролл Это уже, в принципе, надёжно Плюс-минус Ты можешь упасть в самую мякотку Где у тебя куча-куча юнитов Ну, пикиньте, может эти кунга-лайны протянуть Чтобы доставать аурой И ты, получается, можешь спокойно Почти всей армии раздать ролл чержа А это, напомню, опять же Врайты, Карпехи, Офидианы Которые, кстати, из Дипа могут приходить И чаржить Вот, пожалуйста Под Реролл Флейт 2, Анны Опять же Пожалуйста Очень крутая штука Я вот с собой водил Очень часто пригорзался Ты кидаешь там Словно какой-то там Пятый чарль Тебе даже хватает Но ты хочешь, чтобы побольше модели подошло Ты его Рероллишь Всё, у тебя там набегает вся армия Единственная тут, наверное, будет проблемка Но не для опытного игрока Это доставить варлорда Вот в нужное место Где он будет этот Реролл чержа раздавать Я лично даю это команд барже Либо, как вариант, можно дать Какому-нибудь герою, которого есть вуаль Это релик Он куда надо падает И там уже тебя должна уже подвести Ты должен подвести туда все хтхшные юниты Чтобы они вот в 6 дюймах От того места, куда ты варлорда поставишь И всё И вот тогда у них успешный чарль Практически гарантированно будет Ну и опять же Если ты там не совершаешь безумные чарльжи на 12 Ну в остальном как бы Дальше Династические трейды у нас не сильно От чего-то выигрывают То есть здесь на кору вообще ничего не завязано Вот Но нужно понимать Что опять же Есть специфика метра Вот Но это мы потом обсудим Дальше Релики Значит В плане реликов У нас на самом деле Единственное Что Прямо Важное Важное изменение Мы видим Что Вейл оф Даркнесс Это вуаль Она действует На динности Кор То есть Привет Старые добрые Дестроеры На вуале Из восьмерки Я думаю Ну Как будто Восьмерку застал Кто против уникрон играл Там 18 дестроеров Часть из них на вуале прилетает И тебя отстреливает С первого хода Как бы Знаком Значит Опять же Мы берем любой кор юнит Убираем его со стола И выставляем где угодно В девяти от противника И в шести от друг друга Ну то есть Юнит который с вуалью И который он за собой тянет Все Куда надо То есть ты не спрячешься Ты всегда можешь Туда угодно На первый ход Прыгнуть И пострелять Но чаще всего Ее используют Защитно Все таки То есть Когда оппонент К тебе подойдет Попытается Подлочить твоих Дестроеров А ты их За счет вуали Вытянешь Из хтх И постреляешь В этого супостата Который на тебя Набежал Своей великой глупости Когда вот От вичей Телепортирует Который с сеточкой Держит Вот моя любимая По поводу вичей Кстати Мы когда до Дестро Дойдем Я тебе Тоже Ну прям Расскажу Очень хорошую Тактику На которую Многие Дарки Ильдары Могут напороться Вот А дальше Ну остальные У нас релики Как мы видим Они особо Кор Пострадали Вот Значит Миссии Значит У нас есть Вот такая Прекрасная Ancient Machineries Миссия Значит Что нужно делать У нас В середине стола Есть нейтральные Маркеры Там Грубо говоря Выбрать Надо маркеры Которые В нейтралке Бла-бла-бла За каждый Выполненный Маркер Ты можешь Получить Очки Вот А увелич Увеличь А то плохо Видно Текст Да Давай Увеличим Текст Вот Ну я думаю Кто хочет Он на палку Поставит Прочитает Тут в чем Эту миссию Можно В один терм Делать Разными Юнитами Ну сколько Ты сможешь Столько И сделаешь А фишка В чем Значит Опять же Видим Necron Core Или Necron Canop Ну Canop Таки Ладно Хрен с ними А вот Core У нас Здрасте Приехали Это Самый Дестройер Стрелковый И тут Мы видим Первая Комбинация Такая Получается Интересная У нас Есть Команд Протокол Который Говорит Что Ты можешь Сделать Акшен И пострелять Да Плюс Муву Либо Стрелять И делать Экшен И тут Получается Что Если мы Играем За Стариканцев У Нашего Нобля Есть Диадема Или Корона Как ее Многие Называют Релик Стариканцев И Который Говорит Что Используй Оба Эффекта Команд Протоколов И тут Получается Прикольный Комбат Ты можешь И плюс Один Кому Заиметь И сделать Экшен И пострелять Еще Теми Юнитами Которые У тебя Ну Соответственно Тестер Это Кор И вот Ты За счет Этого Десятого Мува Чаще всего Долетаешь До точки А Опять же Мы понимаем Точки Ну Обычно Ровно На середине Там Где-нибудь Находится А у тебя Уже Получается С Дальностью Скоринга Точки Получается Где-то Тринадцать Плюс Половина Толщины Точки Там Вот Эти Двадцать Миллиметров Ну Ты понимаешь Да То есть Тебе Скорее Всего Хватает До середины Поля С учетом Скоринга Точки Достать Ага И ты Можешь На первый Ход Извинять Стол Резко И Сделать Сразу Несколько Акшен А тут За каждую Выполненную Экшен Ты получаешь Три Команд Пойнта Условно Три Точки Таких Есть Миссия Знаешь Где Сколько Там Четыре Точки По Диагонали И ты На первый Ход Так Берешь И делаешь На Девять Ну Там Понятно Надо Дожить Юнитами До Своей Команд Фазы Следующей То есть Пережить Вражеский Ход Но Все равно Если Ты Успешен Ты За Один Ход Девять Очков Получаешь Да Ведь Тут Написано Условие Что One Or More Некрон Юнит Обычно Экшен Делает Только Один Юнит Скремлю У тебя Только Один Оставится А тут Пожалуйста Хоть Все Да И Три Очка Пожалуйста И Самое Главное Тебе Нужно Контролить Будет Если Ты Некрон Хотя На Двух Точках Оставил Это По Шесть За Батл Раунд По Сути Ну То 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 Ну Опять же Ты Можешь Теми Хэви Дестройерами Это Сделать Прости Господи ХТХ С Корпехами Или Офидянами Хотя Не знаю Зачем Тогда ХТХ Должны Бежать Вперед Но Ага Понятно Понятно Так Давай Дальше Трусейд Трусейд Мы пропускаем Давай пока Прервемся Вообще Да Давай Субтитры